Что делать с человеком, который нарушает решение? Ну, хотелось бы, во-первых, сказать, что у нас нет в России шариатского суда, это раз. Поэтому есть, например, там в Сауде-Скараве, и как раз мы с тобой были у нашего любимого шейха Абдул-Мухсен Аль-Пасим, который глава апелляционного суда города Медины. Также другими судьями сидели, да, там, аль-Хаммадрилл, есть кто сидел? Да, я задавал им вопрос. Поэтому у нас такого, как такового шариатского суда в России не существует. Почему? Потому что шариатский суд, да, к нам в мечеть приходят, иногда братья, у них есть какие-то вопросы, споры, и они говорят, вот, мы хотим там по шариату решить. Мы не называем это судом, а мы что, мы одну сторону выслушиваем, вторую сторону выслушиваем, опираясь на Коран, на Суну, даём ответы, аль-Хаммадрилля, или как мы видим этот вопрос, и уже они расходятся. Но суд, у него что, у него есть кула, султа, то есть, есть власть, которая может призвать его к ответственности. У нас такой, нету, как бы, власти, которой мы можем призвать человека к ответственности этого. Поэтому, если человек, например, бывает такое, что пришли к одному имаму, и человек доверяет, он же всё-таки имам учился и так далее, да, он им объяснил и ошибся в этом вопросе, он переспросил другой имама, тот имам по-другому ответил. Поэтому не обязательно ему слушать этого имама или того имама, он слушает хадис, слушает айя, слушаю хадис, то есть, хукм, шарайский хукм. Поэтому, если он, например, имам какой-то ошибся, хочет навязать ему это и сказать, что да, ты должен вот это слушать, если не будешь слушать, что ты там заблудший, грешник и так далее, то это неправильно. Поэтому ты можешь человека имаму слушать, брать это, как Аллах в Коране говорит, которые слушают все слова и берут из этого самого лучшего. То есть, ты можешь от этого отказаться, сказать, я не согласен с этим, например, решением, или сказать, я спрошу другого, но никто тебя не может обязать, обязывать там именно идти за этим мнением. Поэтому, что, а если было бы это, скажем, страна, где там шариатский суд и так далее, то тогда он не имеет права не слушать судью шариатского, то есть, отказываться от этого хукма, потому что судья его потом призовет к ответственности, там его накажут, посадят и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok